Когда переезжаешь жить в другую страну, то многое про себя понимаешь. И одним из таких неожиданных знаний оказалось отношение к знакам. Помнится, первую неделю нам нужно было отвезти детей в поликлинику. Мы посмотрели по карте. Оказалось, что это совершенно недалеко. Мы прошли какое-то время по маленькой улочке и потом решили, как это обычно бывает, сократить. И там стоит такая табличка, на которой написано, что прохода нет. Ну и как? Рассияния мы, конечно, на эту табличку никакого внимания не обратили. Поскольку по карте же видно, что тут сократишь и буквально выйдешь в поликлиник. Не с улицы, а с тыла. И чем дальше мы шли, и там уже какая-то трава странная, почва такая непонятная проваливается. И тем не менее мы уже такие, вот же, и впереди, вот уже сквозь деревья, уже видно здание этого госпиталя. Мы продрались через какие-то там невыносимо тернистые кусты и вылезли к госпиталю сзади, со стороны помойки. У меня абсолютно запачкались боты. И когда мы заходили в эту поликлинику, помнится, с них сыпался какой-то, не знаю, сухой торф или остатки мусора. И это продолжалось, впрочем, очень долго. Вот ты видишь знаки, причем я говорю не такие знаки дорожные, как там осторожно, там впереди, дорожные работы или там скользкая дорога. Не про дорожные знаки, с этими знаками все нормально. Ты их воспринимаешь как закон. Речь идет о других знаках, которые кажутся совершенно необязательными. Особенно это касается того, когда ты идешь, например, на природу, да, и если там стоит табличка, допустим, здесь проход закрыт, то нам нужно было все время пойти дальше этой дорожки, поглядеть. Бывало, проходишь по дорожке, в итоге упираешься в какое-нибудь место, где там осыпается тропа или еще что-нибудь. Короче говоря, опытным путем постепенно мы привыкли к тому, что если стоит знак прохода нет, или дорога кончилась, или сюда не ходить, табличка там висит для твоего собственного удобства. Проще не ходить за табличку, чтобы боты остались чистые, и ты не оказался на какой-нибудь помой.